Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Начало года на пожарах ЧС столицы спасателей совершили уже более двух тысяч выездов. На пожарах за это время погибли шесть человек. Двадцать восемь из которых один ребенок пострадали. В ходе боевой работы из опасных зон были спасены и эвакуированы работниками МЧС 610 человек. А сейчас о подробностях происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. Настоящим испытанием для жителей столицы стал непродолжительный ураган в понедельник вечером. Во время дождя были потоплены отдельные участки улицы, из-за чего движение транспорта на них останавливалось. И это, пожалуй, самое безобидное последствие буйства стихии. Не выдержал шквалистого ветра металлический каркас остановки на улице Брыля. Остановочная конструкция опрокинулась. Пострадали три человека. Их доставили в больницу скорой помощи. В этот день на счету природной стихии только в Минске 17 автомобилей. Именно столько попали под удар не выдержавших испытаний порывистым ветром деревьев. Падали деревья и на дома, и даже на забор детского сада. В общей сложности последствия непогоды ликвидировали в Минске почти 100 спасателей и 20 единиц спецтехники. Во вторник, ближе к полуночи, в столице Горел припаркованный на улице Куприянова легковой автомобиль Рено Шамада 1994 года выпуска. Предположительно, в результате поджога автомобиль был полностью уничтожен. Кому перешел дорогу владелец французского седана, установит следствие. Сразу несколько густонаселенных районов Минска утром в среду остались без электричества. Жители многоэтажных домов сообщали о перебоях с водоснабжением. В некоторых районах также остановились троллейбусы. Как оказалось, причиной нештатной ситуации стало разрушение трансформатора напряжения на Т-4. Специальная техника спасателей сразу же прибыла на место ЧП, но их помощь, к счастью, не понадобилась, так как последующего горения не происходило. Минск чрезвычайно. Рано утром в пятницу, предположительно в результате короткого замыкания электропроводки, в панели приборов загорелся 520-й BMW. ЧП произошло на улице Волгоградская. Оперативно прибывшие спасатели потушили горящий автомобиль. Огонь успел повредить панель приборов, обшивку потолка, лобовое стекло, закопченным оказался и салон авто. В наше время количество разнообразия бытовой техники в квартирах с каждым днем все увеличивается, а количество розеток остается тем же. Большинству людей, живущих в старых квартирах с двумя-тремя розетками на комнату приходится как-то выкручиваться, используя для подключения тройники и удлинители, что может привести к пожару. В пятницу утром, вероятнее всего, короткое замыкание электроудлинителя стало причиной пожара на улице Тухачевского. В однушке на четвертом этаже загорелось имущество. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Огонь успел повредить имущество, закопчена оказалась и вся квартира. МЧС напоминает. Удлинители и тройники используйте в квартире только в самых необходимых случаях. По возможности старайтесь обходиться без них. При ремонте модернизируйте электропроводку и увеличьте количество розеток в квартире. Помните, неконтролируемое использование удлинителей в домах со старой электропроводкой – это прямая дорога к пожару. Жизнь порой преподносит нам очень злые шутки и ситуации, о которых мы часто можем сказать. И смех, и грех. В пятницу спасатели вызволяли мужчину из унитазного плена на улице Русиянова. 60-летнему инвалиду второй группы стало плохо собственной уборной. Он покачнулся и упал в пространство между стеной и унитазом. Самостоятельно выбраться мужчина уже не смог. Унитаз накрепко прижал его в области бедра. Помочь ему пыталась жена, но освободили его при помощи подручных средств, лишь перебывшие по вызову работники МЧС. Праздничные выходные в столице прошли относительно спокойно. Никаких серьезных по своим последствиям происшествий в суточных сводках МЧС в эти дни не было зафиксировано. С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра в эти дни в республике проходит профилактическая акция в центре внимания «Дети», приуроченная к началу учебного года. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. До следующего вторника. Пока. Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.